Продолжение следует... Они не из сферы реального, они взяты из сферы социального поля и перенесения в поле более широкого поля природы, ну и в том числе и в поле социального, возникает со стороны мира, возникает некоторое сопротивление, возникает диссонанс. И как быть с этим диссонансом? Если в мире техники мы могли приспособиться к миру, то как поступать в этике? В этике, если мы начинаем приспосабливаться, то тем самым нарушаем этический закон. И нам в этике запрещено приспосабливать этику к меняющимся условиям, потому что, допустим, мы решили, что каждый раз, если условие меняется, мы будем приспосабливаться к миру. Не получится ли так, что в однажды прекрасный момент мы просто поймем, что никакой у нас этики нет, что мы действуем исключительно из неких реакций, действуем реактивно, в зависимости от того, как ведет себя мир. И не будет никакой нашей этики, а просто будет некоторого рода естественная реакция на то, что происходит с нами в отношении к миру. То есть, здесь всегда присутствует вот эта вот другая подоплека, что наша этика, если мы начнем нарушать ее раз за разом, она может просто перестать иметь вообще либо какое-либо значение. Мы полностью станем обычными естественными существами, не имеющими никакой этики. С другой стороны, мы понимаем на самом деле, что если мы будем сопротивляться во что бы то ни стало, да, и считать, что принцип должен исполняться независимо от конкретных обстоятельств, мы просто либо мы попадем в глупые ситуации, где наше действие будет в итоге оказываться не этическим, да, будет оказываться вредом. То есть, мы будем считать, что мы приносим добро, а на самом деле будет оказываться, что мы грядим в ситуацию. То есть, ситуация же, она же конкретная, да, и требует каких-то конкретных действий, а мы будем наставить на каком-то принципе, на каком-то понятии, да, что именно так должно быть, почему так должно быть, почему мир должен быть простым и плоским, а не многосложным. Потому что мир-то многосложный, и совершенно без всей конкретной ситуации могут быть многосложные. И мы должны учитывать все эти тонкости, все эти вот конкретные обстоятельства для того, чтобы поступить правильно. Мы не можем просто довольствоваться каким-то простым вот грубым принципом. И поэтому должны как-то все-таки приспосабливать свою этику к реальности. Вот возникает такая странная дилемма. То есть, с одной стороны, мы вроде не должны это идти на поводу у мира, а с другой стороны, мы вынуждены считаться с обстоятельствами для того, чтобы вообще совершать добро в мире. Потому что ведь добро оценится по своим результатам, по своей реализации. Если мы не можем реализовать нашу этику, если мы не можем реализовать добро в мире, то как грош цена такой этики. Вот получается, в этом заключается некоторого рода альтернатива такая безутешительная, что всякого рода этика, она чревата такой проблематикой. С одной стороны, мы должны, чтобы это не стало держаться этики, а с другой стороны, мы должны ее постоянно модифицировать. Поэтому вопрос встает о том, нельзя ли придумать такую этику, чтобы она изначально была такой модифицирующейся этикой, чтобы она изначально учитывала все многообразие ситуаций, возможностей и прочее. На самом деле, такой пример такой этики существует, и эта этика является этикой христианства, в том ее изначальном понимании, как ее можно усмотреть в Евангелии. Она состоит в том, что в качестве отвергается всякого рода законы, если почитать Павла, что все мне позволено, но не все полезно. Но единственным принципом и ориентиром в этике служит любовь. То есть надо действовать, исходя из любви, безотносительно всякого рода законов. Конечно, законы, как принципы общежития, должны соблюдаться по возможности, но если вдруг принцип любви противоречит законам, то законам можно нарушать. То есть самое главное – это принцип любви, то есть даже не принципы. Когда я говорю принципы, тем самым нарушая самую исходную понимание, в чем смысл этой этики. С одной стороны, законы и принципы, да, они всегда жестко сформулированы, да. Обычно они сформулированы как некое родоотрицание – не уби, не укради и так далее. Это некие жесткие ограничения. А с другой стороны, вот любовь – это, конечно, нечто конкретное. Вот как мы говорили о том, что если я, допустим, хочу принести пользу какому-то конкретному человеку, что я должен войти во все обстоятельства этого человека, изучить личность его, да, войти как бы в ним как бы плотное общение. То есть на самом деле это некоторого рода целое огромное дело. И если я это дело совершаю, то в этом состоит, собственно, любовь, да, что я хочу принести пользу конкретному человеку, не абстрактному какому-то человеку, которого я выдумал, да, который есть в моей голове, что вот я вижу, допустим, сидит какой-то человек нищий, да, и я думаю, что вот я принесу ему пользу, если просто ему деньги брошу, да. А я хочу принести пользу конкретному человеку, то есть, собственно, человеку. Я хочу войти во всю конкретность этой личности и принести пользу конкретно этой личности. Так вот, когда возникает именно такое движение, то это и есть движение любви. То есть, этика христианства, она не этика законов, не этика вот этих вот принципов, а вот этика некоторого ориентира. То есть, я должен ориентироваться в своем поведении, исходя из вот этой любви. То есть, исходя из того, что я хочу и ориентируюсь на то, чтобы приносить добро на деле конкретным людям, конкретных обстоятельствах, конкретной ситуации. То есть, входить во все роды подробности, во все роды тонкости конкретной ситуации. И должен навсегда ориентироваться, исходя из них, а не из каких-то абстрактных принципов. Но здесь возникает проблема. Казалось бы, такая этика решает проблему, связанную с тем, как реализовать этику принципов, да, как реализовать этику законов. То есть, как реализовать формальную этику. Потому что вот эта этика, о которой я говорю, этика любви, она неформальна. Но возникает другая проблема, ведь на самом деле немногие из нас умеют любить, да, немногим из нас вот как бы там это доступно. И получается, что эта этика тоже, получается, доступна не всем. Потому что, как бы, ориентироваться в этике из любви, ну, для этого, по крайней мере, надо и любить уметь, да, как бы, надо все-таки вот иметь вот эту любовь. Для того, чтобы, исходя из нее, вообще говоря, что-то как-то действовать. А, как правило, мы эту любовь не имеем. И поэтому... Любовь, это же свой случай. То есть, вообще, любовь, я так понимаю, что принцип любви, это принцип действия. Понимаешь, почему проблема? Проявление воли. Проблема тут состоит в том, что любовь не может быть абстрактной. То есть, нельзя сказать, что у тебя есть принцип «возлюби ближнего» или, там, «возлюби Бога». Любовь, она конкретна. Понимаешь, она возникает между конкретными личностями. Она всегда вот, как это, некоторого рода вещь, которая возникает между, допустим, мной и еще кем-то. Понимаешь? Конкретными людьми. Поэтому не может быть всеобщего принципа такого «возлюби ближнего». Если этот принцип, если любовь становится принципом, то она точно так же просто становится этикой принципов или этикой законов. В конце концов, в Ветховом Завете ведь сказано тоже «возлюби ближнего», «возлюби Бога». Но поскольку это требование любви, то оно на самом деле какое-то странное. Как можно требовать любовь? Как можно человеку дать закон любви? Как можно сказать, что ты должен кого-то любить? Как это можно требовать? Как можно сказать, что ты должен любить Бога? Как можно в отношении любви произносить слово «должен»? Ведь любовь – это некое свободное движение. То есть, нельзя заставить кого-то любить. Если ты не любишь, то и никак невозможно ничего сделать. Потому что любовь – это любовь всегда свободных существ. Поэтому не может быть никакого принципа любви. Нельзя сказать, что возлюбить ближнего – это принцип. Возлюбить ближнего и формулировать так вы даже неправильно. Вопрос состоит просто в том, что ты должен в своей этике, в своем поведении ориентироваться и исходить из конкретности личности, конкретного твоего отношения к этой личности, твое благожелательное отношение к ней. Но в том-то и состоит суть, что кажется, что сформулированная так этика проста. Но на самом деле она наиболее сложна, потому что мы не умеем любить. Нам скорее проще исполнять некоторые роды законные принципы, сформулированные абстрактно. Нам проще сказать «возлюби ближнего» и примерно так свести его к законам, такие уже, как и прочие законы, там «не убей» и прочее. То есть на самом деле мы все формализуем, мы каждый раз свою неформальную этику сбрасываем в формальную. Просто неформальная этика сложна, потому что фактически неформальная этика предлагает стать полностью на сторону добра. То есть как бы нарушить некого рода равновесия. Потому что чем хороша другая сторона равновесной этики формальной, в чем состоит? Что если в отношении к нас совершают зло, то есть ограничивают нашу свободу, мы тоже имеем право на зло ответить зло. Око за око, зуб за зуб. То есть нас ударили, мы можем ударить, потому что там равновесие. То есть в отношении нас совершили какое-нибудь деяние, мы имеем право в ответ такое же деяние совершить, поскольку равновесие, симметрия. А когда я нахожусь в неформальной этике, как я полностью стою на стороне добра, я даже зло по отношению к себе уже не принимаю, как вот учат в Евангелии. Оно же ведь так и учит, что не противься злому, дай себе, ударить подночек и поставить другую щеку там. Попросили хитона, дай ей верхнюю одежду, да и так далее. То есть там такая котам этика несимметричная. То есть ты как бы находишься на стороне добра и не совершаешь никакого зла вообще. Потому что когда ты в симметричной ситуации находишься, против тебя совершили какое-то действие, допустим, зло, и ты ответ отвечаешь злом, да, то ты, отвечая злом на зло, все равно зло совершаешь. Даже если это зло реактивное, но оно все равно зло. Ну, может, обномерение зло. Да, оно все равно зло. А если ты не совершаешь, если ты в отношении себя получаешь постоянно какой-то вред, если там осуществляется в отношении тебя зло, то ты, не отвечая зло на зло, тем самым остаешься в добре. То есть это более сильная позиция, это более сложная позиция для удержания. И вот такая этика добра, то, что надо было бы правильно называть, неформальная этика, она имеет свою проблематику. Она имеет проблематику, связанную с тем, как совершать это добро. Допустим, мы находимся в позиции этики добра. И хотим совершить добро. И даже понимаем прекрасно, чтобы это совершить, мы должны войти во всю конкретность личности, обстоятельств, ситуации в мире. Во все подробности, какие там требуются. То есть мы хотим изучить ситуацию. Мы должны понять полнуюту мира. Вопрос тогда ставится следующим. Но все равно мы чего-то не сможем знать. Ты что, принимаешь прекрасно? Я подозреваю, это проблема. Это огромная проблема, да. Но это проблема не только этики, это проблема даже реализации обыкновенной какого-нибудь замысла. Фирму создать, понимаешь? Ты можешь сколько угодно мечтать о том, что фирму захочешь создать, но куча обстоятельств, а ты можешь этому помешать. У тебя не будет денег, у тебя не будет времени, у тебя не будет людей, у тебя не будет еще каких-то других возможностей. Важно процесс, важно делать. Ну, не важно, это потом. Дальше. Так вот, когда ты совершаешь добро, ты, конечно, можешь быть уверен, что намерение твое доброе. Но, допустим, тебе удалось даже реализовать эту пользу, да, и ты действительно добро осуществил. Но уже в результате твоем, да, можем ли мы избежать ситуации, какая существует в экономике? Ну, давайте сначала, как бы, ситуацию с экономикой опишем. Тут просто дело в том, что в экономике, в каком-то отношении, вот мы живем в мире, да, мы находимся в постоянном экономическом обмене. Там, в магазине обмениваются товарами, там, товарами обмениваются оптовые фирмы и прочее, прочее. То есть, везде происходит кругооборот товаров. Вот во всем, во всех этих обменах точно так же присутствует некоторого рода обмен пользы. И, казалось бы, с точки зрения определения, и даже обмен пользы, исходя из намерения. Ну, если взять длинную цепочку, так, через, как бы, через деньги, да, там, как бы, может быть, многие опосредования, почище получается, что я одну пользу, да, меняю на другую пользу. Получается, в некотором отношении я совершаю, как бы, добро, да, и в ответ получаю такое же добро. Является ли вот этот обмен экономический, который подходит под определение добра, на самом деле этик, является ли экономика этичной? Тут проблема-то в чем состоит? Проблема состоит в том, что мы понимаем, что в экономике присутствует так называемый интерес, да, присутствует некоторого рода стремление прибыли и выгоды, да, то есть, некого рода корысти всегда присутствует. И когда я совершаю, допустим, оказываю, совершаю некую покупку, допустим, некоторые услуги, да, допустим, отремонтировать помещение, то люди, которые мне ремонтируют помещение, они не совершают это, исходя из какого-то доброго намерения, да, они, на самом деле, ожидают, что я за это заплачу. То есть, их намерение, оно обусловлено моей оплатой, моей оплатой, как бы, их услуг. То есть, на самом деле, изначально их намерение ангажировано вот этой оплатой, да, и оно и преследует именно получение этой выгоды. И поэтому вот и такое поведение, казалось бы, с одной стороны, они намеренно мне приносят пользу, ремонтируют мне помещение, а я намеренно приношу пользу, заплачу им деньгами, казалось бы, если подойти к этому формально, это есть обмен добром. Но с точки зрения намерений, да, поскольку к этому намерению прицепляется, как бы, изначальная выгода, это есть некая корыстного рода обмен добром, и поэтому не является этик. Если бы ситуация была такова, что пришли бы какие-нибудь рабочие и сказали, а давайте мы вам помещение, как бы, отремонтируем, и при этом не ожидали бы от меня никаких последствий, а просто его ремонтировали, да, и потом бы я понимаю, на самом деле, что они потратились, как бы, заплатил бы им какие-то деньги, то может быть такой обмен, где не присутствует вот корысть изначально, где нет вот этой вот ожидания, ответа, может быть, и можно было бы назвать этикой, да, но тем не менее в экономике никто так не действует, да, в экономике всегда есть договоры, всегда есть вот это взаимное недоверие, а вдруг я услуги окажу, а деньги не получу. Заранее предопределен ответ. Да, в экономике есть, в общем, есть начало, скажем так, этики, но тем не менее только начало, потому что осуществление этой этики мешает вот изначальная корысть, да, изначальное вот это желание выгоды. Поэтому, как бы, может быть, и мечтали... Я бы говорил не выгоды, я бы говорил о желании ответной реакции, а уж какая она реакция, я, соответственно, предполагаю... Ну, как реакция ответной? ...предполагаю, что эта реакция будет для меня добро. Не-не-не, пользы. Как это ожидание? Ну, на самом деле, человек... Я всегда, когда я что-то в экономике предлагаю, свое добро, свою пользу, свою пользу я предлагаю, даже, может быть, не добро, я предлагаю пользу, в первую очередь. Ты же намеренно ее предлагаешь? Да, я предлагаю намеренно пользу. Я, соответственно, предлагаю ее с тем условием, что будет ответная польза для меня. А добро это будет или не добро, это... Не-не-не, еще раз говорю, у нас... Как бы, да, по-предварительному, у нас получалось так, что добро это и есть намеренное принесение пользы. В экономике каждый отдельный контрагент в отношении другого намеренно причиняет ему пользу. Ну, то есть осуществляет некоторую родную услугу, поставляет товар, оказывает некого рода действия и прочее. Но при одном условии, при одном условии, предполагая, что ему тоже принесут пользу. Не просто при одном условии, а это условие является существуемой экономикой. Потому что существуемой экономикой является не осуществление действия, а именно взаимодействие, связанное с обменом выгоды. Ну, только и возможная экономика, и смысл всей экономики состоит в том, что я ожидаю своих действий, размещения, некоторого рода награду. Ответных действий. Ну, награду некуда. Ну, обязательно действия. Там же всё же... Ну, это же не принципиально. Всё посредственно осуществляется, через деньги и прочее. Некоторые рода вознаграждения подразумеваются, даже оговариваются в договоре предварительно и прочее. Так вот, когда мы теперь переходим от этого вопроса к этике, настоящей, то мы понимаем, что этика должна быть бескорыстной. Иначе говоря, в намерении причинить пользу, вот сейчас мы как бы уточняем определение, да, должна присутствовать такая составляющая, что в этом намерении не должно быть ожидания некоторого рода возмещения, да, некоторого награды. Если мы совершаем доброе дело, исходя из награды, мы попадаем просто в экономику. То есть, если я, например, даю милость у него, ожидаю, что вас последует благодаря этой милости некоторого рода награда, не важно, где, на этой земле или на небесах, значит, я, на самом деле, просто вступил в экономику. Если, допустим, в христианстве, да, как, ведь как говорится, на самом деле, что Иисус Христос приводит пример. Не поступайте так, как делают фарисеи, которые выступают на перекрестке, да, и раздают милость так, чтобы другие люди видели их и хвалили их, да. Потому что Христос говорит, что они в тот момент и получают награду свою. А вы делаете добрые дела, дела милосердия в тайне, чтобы Бог, видя тайное, воздал вам яму. Тут смысл-то какой состоит? Тут смысл состоит в том, что те-то фарисеи получают свою награду, как бы, от людей в виде, как бы, вот, восхищения, да, их поступков. А на самом деле надо, как бы, поступать тайно и получать воздаяние от Бога. Ну, если вдуматься, какая разница от кого воздаяние получать, от людей ли поступок, или от Бога получать, в любом случае, каждый раз, осуществляя действия, ты получаешь некого рода воздаяние. И если ты в своем действии ориентируешься только на воздаяние, то ты просто вступаешь в экономику. Либо ты вступаешь в экономику, в обычном смысле слова, в экономику людей, либо ты вступаешь в экономику с Богом, то есть обмениваешься с Богом. То есть ты совершаешь добрые дела из-за расчёта того, что это воздастся тебе где-то после жизни, что Бог все твои действия вознаградит. Особенно ярко такое положение дел существует в католичестве, где на самом деле предполагается, что Бог оскорблён действием первого человека, Адама, и что вот это оскорбление надо загладить какими-то добрыми делами, как бы искупить. И каждый человек своими делами, он прежде всего искупляет само у себя, но можно совершить сверхдолжные заслуги, что совершают святые. И вот именно этими сверхдолжными заслугами как раз католическая церковь и торгует, когда торгуют индульгенциями. Потому что можно эти сверхдолжные заслуги купить, и тем самым свою задолженность перед Богом возместить. Да, вот такая торговля как-то, да, вот мы выступаем с Богом в некоторую роду торговлю, мы как бы люди задолжали перед Богом, и как бы своими добрыми делами как бы заглаживаем этот свой долг и покрываем итоги. На каком-то этапе этот долг полностью покрываем. Вот такие формальные отношения. Но здесь вот во всем этом присутствует некого рода изъян, да, потому что даже если речь идет о спасении, присутствует некоторое рода корысти. То есть я совершаю добрые дела не потому, что хочу помочь ближнему конкретному человеку, а конкретный ближний человек является для меня только как бы инструментом. Для того, чтобы достичь спасения, для того, чтобы в будущей жизни Бог это оценил. То есть неважно, какому человеку я конкретно помогаю, одному, второму, третьему, это все несущественно. А существенно то, что на самом деле эти все добрые дела идут в дело как бы моего личного спасения. Ну вот тут и получается, что тут этика самого себя, то есть этика, не включающая в себя мир. То есть ты просто делаешь добро, проявляющееся в мире в виде пользы, только с твоей точки зрения, а не с точки зрения другого. Ну, тут я как бы твою мысль немного разовью, тут в чем состоит? Вот Кант говорил, что человек должен быть целью, а не средством. Что правильная этика, правильной этике человек всегда должен быть целью. Потому что если ты человека используешь как средство, то он перестает как бы быть человеком. Ну что значит человек используется как средство? То есть человек становится некоторым родом инструментом для достижения каких-то твоих других целей. И вот когда мы в данном случае рассуждаем о спасении, если человек совершает добрые дела для того, чтобы только спастись, для того, чтобы показаться перед Богом, да, чтобы искупить свою вину перед Богом, то тем самым он не видит человека, которому помогает. Для него вот этот человек вот как ступенька, да, вот куда-то вверх. То есть на самом деле, а если он не видит человека, то он на самом деле не находится в этике. Вот что проблема. Потому что он-то должен был на самом деле помочь из любви к конкретному данному человеку, но он ведь делает, получается, не из любви, а вот из некоторого рода выгоды, да, вот из некоторого рода корысти. Корысти личного спасения-то ведь тоже корысть. Просто, ну, мало ли, что она имеет как бы другую форму. Но всё равно мы, совершая свои мелкие дела в экономической жизни здесь, на земле, и как бы освоить какие-то другие крупные дела, как бы, да, вот отношения своего спасения. Тоже экономические. В конце концов, протестантская этика ведь она и на этом и жиждется, да, но на самом деле как раз и пытается как бы успеть и там, и здесь, и здесь маленькие экономические дела совершить, и, как бы, и в том числе, как бы свои какие-то дела, связанные со спасением, осуществить, да, вот везде как бы присутствует вот одна и та же выгода, да. То есть все как бы вращается вокруг вот этой корысти, вокруг выгоды. Но выгода, пусть она даже и является в каком-то отношении не просто завладением. Ведь выгода может иметь два вида. Есть выгода, когда я отнимаю тебя, то есть вот ты сидишь, я у тебя отнял, мне-то выгода, а тебе ущерб. То есть выгода за счет ущерба других. Но это понятное дело, что эта выгода неправильная. Речь не идет о такой выгоде, а речь идет о выгоде, которая взаимообменная. То есть я что-то тебе сделал, ты мне что-то сделал, оба мы с тобой довольны. Я, допустим, умею хорошо там, не знаю, столы делать, а ты стулья. Я тебе стол поставил, а ты мне стулья. Мы обменялись, да, и оба находимся в выгоде. Вот, и эта выгода, она праведная. Мы как бы друг другу принесли добро в каком-то отношении. Но в высшем смысле все-таки, поскольку здесь присутствовала корысть, да, вот оно не является добром. И тут возникает, на самом деле, проблема. Можем ли мы вообще осуществлять добро без вот этого обмена, да, без вот этой нацеленности на обмен. Не важно, обмен с точки зрения экономики, то есть обмен как бы в этом мире, или обмен с точки зрения как бы вот нацеленности на вечную жизнь, то есть обмен с Богом. То есть я совершаю добрые дела, чтобы Бог там мне когда-то это воздал, да, оценил когда-то там после смерти. Вот можно ли вообще совершать действия бескорыстные в том смысле, что в самих действиях не будет заключаться нацеленность на некоторого рода возмещение, на некоторого рода награду. Вот я совершаю доброе дело. Могу ли я его так совершать на самом деле, чтобы не надеяться на награду? Могу ли я его совершать вне как бы некоторого рода обмена? То, что все, иначе все превращается в обмен, либо экономически с другими людьми, либо в обмен с Богом? Ну, в такой ситуации просто Бог не нужен. Получается, то есть ты делаешь, если ты делаешь без наглядки на Бога, то Бог тебе и не нужен. Просто делаешь. Получается, что здесь нет необходимости Бога. Знаешь, что проблема состоит? Проблема состоит в том, что даже если мы как-то действуем и другому человеку совершаем какую-то пользу, то если другой человек никак на это не реагирует, даже в нас возникает возмущение. Ну, то есть мы считаем, что этот человек бесчистен в том смысле, что он неблагодарный. Вот, например, даже в Евангелии от Луки есть такой момент, там 10 прокаженных были излечены Христом, из них только два пришли поблагодарить. А вот спрашивают, а где остальные? А остальные, типа, не пришли. Вот, типа, неблагодарные. Понимаешь, то есть даже у Христа есть этот момент, как бы, осуждение неблагодарности. То есть получается, что ситуация отсутствия обмена, то есть ситуация чистого добра, когда мы совершаем добро совершенно бескорыстно, не ожидая никакого воздаяния, просто невозможно. Мы, по крайней мере, ожидаем, ну, некоторую роду благодарности, да, какой-то там, хотя бы в виде слов, там, типа «спасибо» или там еще каких-нибудь других, там, напутствие. То есть, на самом деле, вот этот вот обмен, он, как бы, вот вложен в наше действие. Трудно, на самом деле, действовать и не ожидая никаких реакций. И поэтому мы должны говорить о том, что вот есть экономический обмен, а есть, по крайней мере, какой-то, можно назвать его символическим обменом. Да, он не полностью символический, потому что ты, может быть, реальное действие совершаешь, а в ответ получаешь некое символическое возмещение, да, как бы символическое вознаграждение в виде, там, это, либо в виде каких-то слов. Причем тут что интересно, христианство ведь, христианство само понимает вот это вот осуществление добра экономически. Потому что все примеры у Христа, они говорят о том, что если ты не получаешь возмездие здесь, здесь, на земле, да, то есть, если ты не получаешь награду на земле, то тебя ждет награда на небесах. То есть, везде вот присутствует вот эта вот награда, то есть, награда, которая дается Богом. Но это можно понимать двоярко. Это понимать можно в том смысле, что вот быть совершенным и совершать, как вот Отец Небесный светит, да, и грешникам, и праведникам, и добрым, и злым, да, и ничего заменовать не требует. Вот быть таким совершенным, как Отец Небесный, да, очень сложно. И возможно, на самом деле, что Христос это понимал, и поэтому он в своем учении все-таки рассчитывал на то, что не все смогут быть такими совершенными, не все могут быть сынами, да, и не все могут действовать в добре, исходя из некоторой внутренней убежденности, да, вот не из нацеленности на какую-то награду, да, а исходя из того, что, осознавая себя сыном, они должны так действовать, да, это как бы вот внутренне убежденность, что называется. Потому что для человека же нужно понимать, ответная реакция, она для него, как лакомцевая бумажка. Если его поблагодарили, значит, он действительно сделал добро. То есть он понимает, что не надо дальше делать так добро. Так нет, а зачем тогда... Да, в некотором смысле направление, а для Бога не нужно, Бог в своей полноте не ждет ответа не потому, что, так сказать, а потому что он просто знает, что все, ему ничего не нужно, он полон. Да, Богу полон, ему ничего не нужно, ему наше добро не нужно, на самом деле. Наше добро нужно-то нам. Понятное дело, что абсолют Бог — это некоторое родное замыкание. Через это замыкание мы замыкаемся на сами себя, мы, принося пользу ради Бога, да, ради Бога, на самом деле делаем ради себя. Потому что Богу-то ничего ведь от нас не нужно, он есть полнота. И действительно, мы как бы как отражаемся от Бога, да, и получается, что когда мы делаем что-либо ради Бога, на самом деле мы просто делаем ради себя. Просто это ради себя, ради своего спасения, ради своей будущей жизни. Надо так понимать. Просто ради себя в каком-то другом, высшем смысле, ради себя. То есть, опять же, здесь присутствует корысть. Вот в чём проблема-то состоит. Как действовать без корысти? Без корысти можно только действовать, исходя из такого рода убеждения, что это действие, оно должно быть таковым, и оно правильно в силу своей формы правильной. То есть, не исходя из того, что как бы воспоследует на него награда. Не то, что отец его оценивает. Убеждён в своём действии, убеждён в том, что твоё действие, оно добро. Нет, сложность состоит в том, что так сложно действовать. Представь себе, что ты входишь в какие-то вроде траты. Ты входишь в какое-то, опять же, свое время личное тратишь, ты совершаешь какие-то действия, не ожидая вообще никакой награды ни в этой жизни земной, ни в будущей, в принципе, не рассчитывая на это изначально. То есть бескорыстие твое, оно не является бескорыстием земным, оно является бескорыстием даже небесным. То есть ты не думаешь о том, что Бог тебя вознаградит. Ты сам себя вознаградил только за то, что ты делаешь. Нет, нет, ты вообще о вознаграждении речь идет. Ты так делаешь, потому что это правильно. Потому что в этом состоит твоя сущность. Ну, условно говоря, если ты, допустим, о чем-то размышляешь. Ты сидишь, тебе нравится размышлять. Ты же не размышляешь, потому что кто-то тебе придет и конфетку скажет, вот, Володя, ты размышлял, вот тебе награда. А просто это проявление твоей сущности. Так же и в добре, на самом деле, она должна проявляться твоя сущность. Если ты совершаешь добро и проявляешь ее как свою сущность, то это означает, что ты добрый человек, что ты добрая воля. Это и есть твоя добрая воля, она просто проявляется. Если мы добрую волю совершаем с целью награды, она не является, она может быть и остается добрая воля, но она не является этической добрая воля, она становится экономической добрая волей. Или там наемнической добрая воля. То есть ты совершаешь некое действие, исходя из того, чтобы поступила некая награда. Вот у Авы Дорофея в добротолюбии, я постоянно об этом говорю, просто это важно, есть различение трех видов людей, которые самоопределяются по отношению к Богу. Один – это раб. Раб определяется по отношению к Богу, исходя из страха перед гневом Божьим, и поэтому он что-то делает ради Бога. Второй – это наемник, который уже не боится Бога, но действует ради Бога, исходя из награды. Потому что ожидает каких-то воздаяний от Бога, какой-то почести, славы и прочее. Но что-то ожидает от Бога. И третий – сын. Сын на самом деле от Бога ничего не ждет. Он просто сам осуществляет, поскольку сын, а сын как бы и находится в семье Бога. Он осуществляет в себе Бога, потому что он является по сущности, как бы принадлежит Божественной семье. Он самостоятельный. Да, он самостоятельный, он ничего не ждет. Он просто осуществляет, нельзя сказать, что он осуществляет просто волю Божию. Потому что волю Божию осуществлять, это означает различать себя и волю Божию. Он на самом деле просто осуществляет свою природу, которая состоит из-за того, что он Сын Божий. И вот эта природа, осуществляет Сын Божий, она просто находится в добре. И он, осуществляя добро, проявляет свою природу. Это проявляется его свободу. Он не ждет, потому что тот, кто из страха действует, он не свободен, потому что он на самом деле детерминирован страхом. Тот, который из награды действует, он тоже не свободен, потому что он детерминирован неким воздаянием. Если ему его не дадут, он будет очень сильно возмущаться и орать, потому что он как бы работник. Он просто нанят на работу, типа заплати, попробуй работнику нанят, а не заплати. Что тут будет? Сразу скандал будет. Он что, просто так работал, что ли? У него не хватает сознания для того, чтобы действовать, потому что это и составляет его сущность. А сын, на самом деле, не ждет ни награды, ни страха. Он действует, потому что он является суть от сути, с Сыном Божиим, это проявление его сути. И вот действовать так, как сын, в этом состоит вся сложность этики. Возможно ли такая этика, где действие будет осуществлением добра, естественно, осуществлением, то есть по последствиям, исходя из некого рода конкретности, но которая не будет иметь в своем намерении вознаграждение какое-нибудь будущее, воздаяние и прочее, ни на небе, ни на земле. Может ли быть такое реальное действие или не может быть? Потому что если бы оно было возможно, то это была бы идеальная этика. То есть это идеальный вариант этики, некое бескорыстного рода действие, которое не ждет ничего взамен. Но на самом деле осуществляет некую роду сущность. Потому что она же требует именно реализации. То есть это не просто какая-то фантазия. Допустим, я могу нафантазировать, что у меня такая этика, что я хочу, чтобы все люди начали летать. Но люди не станут от этого летать, как бы я ни хотел. Естественно, речь идет о такой этике, которая ожидает именно добра в качестве реализованного добра. Такая вот сущностная этика. Как бы истинная этика, если можно так сказать. Тут, конечно, существует проблема реализации. Но это уже вторая проблема. Мы сейчас как бы вторую проблему. А первая проблема, она и состояла в том, можно ли сформулировать такую этику, которая на самом деле будет учитывать реальные обстоятельства, чтобы реализовывать свои принципы. Мы говорим, что такая этика есть, она христианская. То есть не принцип, а «ориентируюлюбви» лучше говорить. Если это принцип, то опять принцип всякий раз может не согласовываться с реальностью. Потому что он абстрактный. Но реальность, она конкретна. Мы речь ведем о том, что любовь конкретная. И поэтому вот такая вроде бы этика есть, она христианская. Но теперь второй разговор. А может ли эта христианская этика быть по-настоящему бескорыстной? И не ожидать никакого воздаяния, никакого вознаграждения, ни в этой жизни, ни в будущей жизни. Просто действовать исходя из того, что она осуществляет некоторого рода ядро, сыновство Божие она осуществляет, как принцип, как сущность. Вот это, если такая этика возможна, то это является некоторого рода идеальной этикой. Ну, помимо экономики, или, скажем так, одним из форм реализации экономики, есть такая вещь, как помощь на дорогах. Вот такой пример, который приводил в качестве попытки объяснения нравственного Игорь Данилов. Дело в том, что когда мы помогаем друг другу на дорогах, когда что-то случается, ну, есть, конечно, люди, которые просто деньги сразу предлагают. Но мы, исключая этот случай, рассматриваем другой случай, да, когда мы бескорыстно помогаем друг другу, якобы бескорыстно, да, на дорогах, да. Мы же ведь на что рассчитываем, что мы сами можем в такой ситуации оказаться, и нам самим нужно будет точно так же помочь. И мы тогда со спокойной совестью, если мы вообще иногда людям на дорогах помогаем, да, то мы можем со спокойной совестью так же от людей ожидать помощи в отношении к нам. Но в чем тут проблема? Проблема состоит в том, что не всегда здесь осуществляется сама корысть. Потому что, быть может быть, ты другим людям на дорогах постоянно помогаешь, а тебе это никогда не нужно будет. То есть, потому что никогда с тобой так не случится, что ты окажешься в такой ситуации, что тебе потребуется помощь. И не является ли вот такая вот вещь, как помощь на дорогах, на самом деле, есть выражением, собственно, единственной возможной этики? Ну, в таком высшем смысле, да, вот как бы вот если мы все-таки ратуем за некую бескорыстность, да. То есть, в экономике, в экономическом обмене мы заранее предполагаем некоторое роду возмещение, воздаяние, как бы некоторую роду награду. То есть, мы заранее говорим, мы окажем вам услугу, если вы заплатите такие количества денег. Мы поставим вам этот товар, если вы там заплатите, там сделаете предоплату, допустим, по такому-то счету, да, вот такое-то количество денег. В любом случае, каждый раз мы заранее оговариваем свою награду. А в помощи дорог мы ведь ничего не оговариваем. Мы на самом деле совершаем некого рода должные действия, понимая как бы разумность ситуации, что если мы помогаем друг другу, то возможно кто-то когда-то и поможет и нам. Точно так же ведь даже и в милостыне, когда мы подаем милостыню, ведь точно так же мы в некотором отношении действуем исходя из того, что невозможно зарекаться на всю жизнь, что с тобой такое не случится, и что может быть ты не окажешься таким же несчастным, да и тебе точно так же не придется подавать милости. Но здесь уже корысть существует. Нет, но здесь понимаешь, и там по помощи дорог тоже присутствует корысть, но она какая-то такая не очень корыстная. Потому что быть может на самом деле никогда с тобой ничего плохого не случится, никогда ты не окажешься на попертии, быть может быть никогда на дороге с тобой не произойдет поломки, которые потребуют вмешательства каких-то других людей, да? Ну это конкретный случай, а в принципе ты когда помогаешь дорогу, ты просто помогаешь, тем самым ты, что называется, воспитываешь других людей, что надо помогать не только на дорогах, но и в других ситуациях. То есть сама по себе помощь является корыстным мотивом. Самое главное здесь состоит в том, что сама форма оказания помощи, то есть здесь форма оказания помощи предполагает непосредственной корысти, потому что помогаешь ты, допустим, одним людям, а тебе окажут помощь другие люди. Что такое помощь на дорогах? Ты же не будешь ждать того самого человека, которому ты помог. Какой-то другой человек тебе поможет, понимаешь? Который вообще никакого отношения не имеет к твоему взаимодействию с предыдущим разем. То есть здесь нету непосредственной выгоды и вообще никак. То есть как бы здесь существует только разумность ситуации, и может быть выгода, связанная с тем, что ты рассчитываешь, что в аналогичной ситуации помогут тебе. То есть выгода... Можно сказать, что ты же не один, во-первых, помогаешь, а если помогает множество, то в некотором смысле по кругу передается всем. Это понятно. То есть это как вирус распространяется. Но суть вопроса состоит в том, что вот этих предварительных условий, оговоренных, что я вам помогу, если вы мне заплатите, и вот этого нет. Понимаешь, вот здесь вот есть некого рода благородство, если так можно выразить. Так вот в этом... В чем проблема-то состоит, которую хочется заострить? Не получается ли так, быть может, что единственное добро бескорыстное, да, вот как скажем так, благородное добро, оно возможно только в таком виде, как помощь на дорогах. То есть помощь на дорогах – это некого рода метафора, да, вот этого добра, что я помогаю другому, рассчитывая, что когда-нибудь, где-нибудь, да, случится со мной что-нибудь, и мне точно так же помогут. Я помогаю бабушке перейти улицу, рассчитывая, что какой-то другой молодой человек переведет мою бабушку по цепочке, понимаешь? Я помогаю тебе, допустим, за это, ну, в каком-то деле, рассчитывая, что как бы другой человек где-то помогает, скажем, моему родственнику в другом деле, и так далее. То есть вот такое, как бы... Абстрактно. Вот такие вот, как бы, помощь, которая, она, как бы, вроде и корыстна, с одной стороны, потому что я же не просто так тебе помогаю, как бы, да, но, с другой стороны, она и бескорыстна, потому что, быть может, эта помощь взаимная, она не обязательно будет взаимной, потому что, как на дорогах, да, я могу никогда не попасть в такую ситуацию, когда мне потребуется помощь других. Я буду помогать всем, которые нуждаются в этой помощи, но, может быть, мне никогда не потребуется их помощь. То есть здесь, как бы, вот корысть, она странная такая, да, она, как бы, может, и никогда не осуществиться. То есть она, как бы, скорее является некого рода разумностью, да, взаимных оказаний помощи. То есть разумно, на самом деле, в этой ситуации помочь, потому что, быть может, мне такая помощь тоже потребуется. Быть может, а, может, не потребуется. Это просто я, ну, я просто здесь ставлю проблему, на самом деле. Проблема того, что вот это вот наше бескорыстное добро в идеальном варианте быть может быть невозможно, невозможно совершать такое действие, которое совершенно не имеет никаких задних мыслей, совершенно не имеет никаких разумных оснований, зачем я это делаю. Всякое разумное основание сразу станет своего рода некой ступенью к корысти. Например, я совершаю милостыню, потому что, и что бы ни стояло потому что, всякого рода объяснение этого уже будет означать некоторую корысть. Потому что Бог мне повелел. Что это значит? Значит, это я жду от Бога какой-то награды. Потому что я считаю, что так правильно. Значит, может быть, я корысть рассматриваю с точки зрения осуществления некоторого своего принципа, наслаждения от того или удовлетворения от того, что я его осуществляю и так далее. То есть всякое родное объяснение, оно чревато этой корыстисти. Это и понятно. Мы живем в причине следствия в мире и изначально предполагаем, что не бывает следствия без причин. Да, да, именно так. Этот принцип, он проявляется. И поэтому, как бы, вот такое идеальное действие совершенно бескорыстное, без всякого ответа, оно невозможно. Ведь если мы совершаем кому-то дар, то мы прекрасно понимаем, что совершается от некого рода ответный дар, ответный ход. И вообще говоря, мы живем в мире взаимодействия. Если в отношении меня совершается некое действие, я вот, как бы, всегда на это действие отвечаю к каким-то своим действиям. Потому что мы, я еще раз говорю, живем во взаимодействии. И получается, что невозможно такое действие бескорыстное, которое полностью оторвется от всего этого взаимодействия и будет каким-то безосновным. Конечно, оно идеальное в чем, в смысле, что это воплощение моей воли. Вот я волю свою полностью это, как бы, воплотил в неком роде действие. Но, поскольку всегда будет некоторое родное ответное действие, то всегда, как бы, будет некоторое родное воздаяние, всегда будет некоторого рода ответ. И всегда можно будет его истокать как награду, возмещение, воздаяние и так далее. Как бы он и не было, звучит ли оно в виде, там, спасибо, там, или звучит ли оно в виде пожелания, или звучит ли оно в виде удовлетворения, которое я получаю, когда совершаю доброе дело. Или звучит ли оно в том, что, например, как верят в это христиане, что некое воздаяние будет в посмертной жизни. И поэтому вторая проблема состоит в том, что, возможно, доброе действие, оно должно быть корыстным. Но не таким корыстным, как в экономике, где я заранее оговариваю степень своего возмещения, заранее оговариваю награду. Я говорю, что вы должны мне столько заплатить. А возможно, оно является таким, что я не требую сейчас, прямо здесь, чтобы мне какую-то награду. Но я делаю доброе дело, рассчитывая, что, быть может, кто-то сделает доброе дело в отношении, допустим, не меня, а моих родственников, моих друзей, других людей, которых я уважаю и люблю. То есть я делаю доброе дело, потому что на самом деле это правильно, потому что это разумно. Потому что и другие люди, смотря, допустим, на мой пример, или вообще исходя из какого-то принципа, будут тоже так же осуществлять добрые дела, как вот в помощи на дорогах. И в целом в мире будет больше добра. То есть вот тут присутствует корысть, потому что я хочу, чтобы в целом мире было больше добра. Но не такая, ну какая-то благородная корысть, неоговоренная корысть. Тут никаких условий нет, никаких ожиданий нет. Есть только просто вера в то, что добро будет... Если я совершаю добрые дела, то эти добрые дела будут порождать добрые дела. То есть я буду создавать такие цепочки добра. Я начинаю доброе дело, и это доброе дело по цепочке будет двигаться, пока существуют люди. Точно так же, как злые дела, да? Вот если я отвечаю на зло злом, как бы, да, вот я как бы обмениваю злом. И по цепочке это зло передается. Кто-то однажды зло это совершил, и по цепочке оно вот так вот реактивно передается. И поэтому я не должен на зло злом отвечать, чтобы остановить это цепочки зла. Да, кто-то должен на себе вот это зло последнее принять и остановиться, и не делать ответное зло. Тем самым как бы останавливать цепочки зла. И с другой стороны, этого недостаточно. Если останавливать зло недостаточно, нужно совершать еще активное добро. И когда ты делаешь активное добро, ты, наоборот, начинаешь с цепочки добра. Точно, как ты говорил, причинно-следственные цепочки. И причинно-следственные цепочки добра, переходя от одного добра к другому, они совершают некого рода увеличение добра в мире. Но в конце концов, они по некоторому кругу возвращаются к тебе как-то косвенно. Потому что в мире становится больше добра. И в целом мы как бы обществом создаем больше добра. И возможно, на самом деле, единственная этика возможная, она и состоит в том, что нужно останавливать цепочки зла и совершать больше цепочек добра. Причем именно таких, как помощь на дорогах. Не цепочки добра с ожиданием награды, но и не цепочки добра совершенно бессмысленные. Совершенно просто выброшенные, без всякого рода надежды на воздаяние. Быть может, оно, конечно, идеально, но оно невозможно. Ну почему? Я думаю, что как раз наоборот. Поскольку мы принимаем, что у нас причинно-следственный мир, и в любом случае любая причина – это следствие. Следствие – это, соответственно, источник следующей причины. Это первое. А второе, соответственно, нужно предполагать, что, грубо говоря, «А» рождает «А», то есть добро рождает добро. Если эти два утверждения верны, то тогда можно делать такое добро, от которого ничего не ждешь, потому что согласно этим принципам будет только добро. Вопрос только в том, причинно-следственное, понятно, что здесь мир у нас таков, как причинно-следственная связь является неотъемлемой частью нашего мира. Вопрос только в том заключается, так сказать, добро делает добро, или из добра может следовать зло? Ну, из добра зло никак не может следовать, из добра может следовать вред. Но этот вред не зло же. Если в намерении было добро, добро в намерении не может стать злом, потому что если оно в намерении добро, оно может стать только вредом. Злом оно уже никак не может стать. Еще раз говорю, давай не путать все-таки изначальную формулировку, изначального рода развлечения. Добро, если оно в намерении добро, оно и не может быть в осуществлении злом, потому что она уже в намерении добро. Она может в худшем случае быть вредом. И всё. Но вред — это же не зло. Для того, чтобы вред стал злом, ему нужно добавить намерение. Намерение осуществить вред. А этого намерения здесь нет. Ну, соответственно, у нас получается намерение совершить добро. Да. То есть мы совершаем добро, и с намерением совершить добро. Да. Можем осуществить вред, но это ни сего, ни зло. В любом случае, это не зло. Вопрос, так сказать, из этого следует ли, что следующим элементом будет добро? Или нет? Не следует, конечно. То есть добро тоже может прерваться, естественно. На какой-то цепочке осуществления добра может случиться так, что добро реализуется в виде вреда, и всё остановится. Ну, потому и нужно генерировать эти цепочки. Не так же, что сгенерировал цепочку, и она в бесконечность ушла. Это идеальный вариант, да, когда каждый раз добро умудряется осуществиться в виде пользы, и как бы, ну, если я тебе пользу принёс, ты принёс пользу мне, там, или другому человеку, как бы польза, она как бы уходит. А может ли вред преобразоваться в добро? Ну, как, ну, ещё раз, конечно, мы же всегда говорим... Человек, получивший вред, преобразует её в добро. Мы всегда должны понимать, на самом деле, что вред и польза – это относительный термин. Допустим, врач причиняет вред, режет, допустим, тебе, там, живот, да. Ну, режет, он причиняет частный вред, то есть тебе разрезает туловище, но для того, чтобы принести какую-то конкретную пользу, для того, чтобы спасти тебя от аппендицита. Ну, это, опять же, польза – вред мира. А воспринимаешь ли ты это как добро? Воспринимаешь ли ты это как добро? Потому что многие люди не отказываются от выливания крови, потому что считают, что это вред. Ну, не вредно, а это противно божественному. Ну, это же ещё раз. Мы вступаем в сферу свободы. Люди имеют право на свои убеждения. Говорили я в этике личные убеждения. Имеют они право на это убеждение? Ты же сам говорил, исходил из того, что есть некая внутренняя свобода. Мы не можем на самом деле заступать на свободу другого. Мы можем только поступаться своей свободой. Вот ты своей свободой можешь поступиться, но ты не имеешь права поступаться свободой другого. Есть случаи, когда тебе приходится это сделать, но это вот специфический случай. На самом деле их сложно обсуждать. Например, остановить убийцу, допустим, его убить, или ограничить свободу наркомана для того, чтобы этого же наркомана спасти от привязанности. Это вот некоторые пограничные вещи. Их надо обсуждать отдельно. Они существуют, конечно, но эти проблемы, специфические проблемы, они требуют отдельного разрешения. И так всё просто. Другое дело, что на самом деле, если не брать эти пограничные проблемы, тогда всегда вопрос так ставится, что ты свободу другого не трогаешь, а если ты хочешь совершить добро, ты просто ограничишь свою свободу. Только всегда ты действуешь за счёт себя. То есть, совершая некоторое добро, ты нарушаешь вот это вот равновесие, только всегда за счёт себя, а не за счёт другого. Если ты нарушаешь равновесие за счёт другого, то ты как бы действуешь неэтически. То есть, ты нарушаешь этику. То есть, если ты хочешь принести добро и говоришь, что «слушайте, вот там видите, машина стоит, я вам ее дарю, она не твоя». Понимаешь? Тут, конечно, может быть, ты совершаешь добро, условно говоря, но не за свой счёт. Получается, что этику мы можем реализовывать только в отношении себя. Нет, ты можешь этику реализовывать только за свой счёт. Ну, в отношении другого, но за свой счёт. Я это имел в виду, да. Нельзя этику отчитать за счёт другого. Ну, тут, кстати, это... В чём этика сложна, что можно обсуждать сколько угодно абстрактного рода принципов и всякого рода такие логические отношения. Пока не перейдём в реальность. Да, но всякий раз, когда мы будем обсуждать какие-то конкретные вещи, будут возникать трудности. Вот, например, трудность, как быть с убийцей, допустим, как остановить убийцу. С одной стороны, убийца хочет совершить некоторого рода зло, убить другого человека. И, допустим, мы это понимаем. Ну, допустим, всё ясно. У нас не возникает сомнения, на самом деле, что вот сейчас убийца замыслил кого-то убить, что вот он занёс нож, там, как бы, всё как бы понятно. Имеем ли мы право, на самом деле, в отношении этого убийцы совершить зло? Ведь, на самом деле, если мы намеренно будем эту убийцу останавливать, мы же намеренно его останавливаем, мы же не случайно остановим его. Мы же не так просто, там, как бы, шли-шли, как бы, там, и подножку поставили. Не так же получится, не случайно. То есть, мы намеренно будем пытаться убийцу остановить. То есть, мы в отношении жертвы, мы, конечно, будем совершать добро. Да, мы остановим нож убийцы, но в отношении убийцы мы совершим зло. То есть, мы одновременно одним действием, когда останавливаем убийцу, совершаем и добро, и зло. Просто зло в отношении убийцы, и добро в отношении жертвы. А зло ли в отношении убийцы? Может быть, всё-таки вред в отношении убийцы, а не зло? Но если наше действие намерено? Ну, оно намерено. Намерено, мы намерено остановить. То есть, это реализация в мире. Реализация в мире только либо вред, либо добро. Либо вред, либо польза. То есть, мы убийцы, когда мы реализуем свое намерение, мы либо делаем вред, либо пользу. А уж добро или зло, это уже решает сам убийца. Нет, ты хочешь сказать, что когда мы останавливаем убийцу намеренно, то с нашей стороны намерение доброе. Ну да. Мы хотим, чтобы он не совершал преступление. А если мы причиняем ему вред, тем самым, вплоть до убийства, то это уже некие последствия, которые уже связаны с тем, как случится. Мы же не можем все обстоятельства контролировать. Получится... Это будет вред или польза, а не добро или зло. Можно так трактовать, на самом деле. Да, я согласен с тобой. Может быть, так можно трактовать. Даже пограничная ситуация, что, хотя ты намереваешься конкретно какую-то боль причинить, или как-то ограничить чужую свободу, но, может быть, можно это трактовать в том смысле, что это все равно не является намеренным вредом. Что это является... То есть, такое намерение состоит в том, чтобы принести пользу. В том числе и убийце, чтобы остановить убийство. Может быть. Но тут есть как бы... Ну, вот надо думать над этим. Я сейчас не готов даже ответить. Тут есть как бы проблематика. А на самом деле, эта проблематика в христианстве присутствует. И она как бы связана с тем, что не противься злому. Ну, поставь щеку и так далее. Да. И непонятно, что это означает. Что это означает в данном случае? Что, ждать, когда убийца убьет жертву, что ли? Непонятно. Ну, понятное дело, почему мы не протився злом? Потому что, чтобы не совершить зла. Если мы хотим остаться в добре, то мы должны ни под каким предлогом не совершать зла. Даже если зло совершается в отношении нас. Ну, когда зло совершается в отношении нас, может быть, мы имеем право не совершать встречного зла и, допустим, погибнуть под ножом убийцы. Но когда мы видим со стороны, что зло совершается в отношении нашего ближнего. То есть, не в отношении нас, а в отношении нашего ближнего. Ну, опять же, даже с точки зрения того, что нас кто-то пытается убить, и мы защищаемся. Мы же не намеренно ему делаем зло. Мы намеренно пытаемся совершить добро в отношении того же себя, например. И если в результате мы убили убийцу... То есть, наше намерение просто защитить себя. Совершить добро в отношении себя. А если, в частности, это оказывается неким вредом в отношении нападающего, то это его проблема. Ну, да. То есть, в результате мы принесли вред, то есть, опять же, это же не зло, это вред. То есть, проявление, опять же, добро и зло, это проявление нашего сознания. А в мире оно проявляется в виде добра и зла. Нет, в виде вреда и пользы. Ой, вреда и пользы. Правильно, ты правильно говоришь. То есть, в мире есть только вред и польза, а добро и зло остается у нас. Да. То есть, как наше намерение. Как наше намерение это осуществить пользу или осуществить вред, да? Вопрос только заключается в том, что кому-то здесь направлено намерение к другому субъекту, то есть к убийце, или намерение направлено на себя. Можно же намерение направить совершение добра на себя, можно намерение добра направить на внешний субъект. Могу сказать, что проблемы конкретных примеров, они сложны. Потому что, ну не знаю, вот ты говоришь намерение в отношении себя. Да. Чем оно отличается от намерения в отношении другого? Вот ты, допустим, своровал. Ты говоришь, что я воровал не потому, что хотел вред принести тому, у кого украл, а потому, что хотел принести пользу себе. Нет, не пользу, а добро. Разные вещи. Польза проявляется в мире, когда действие произошло. А ты же намереваешься принести себе добро. Ну правильно. Вопрос только в том, что добро для тебя что значит? Послушай, подожди, подожди. Получить от кого-то деньги? Пример в чем состоит, что ты перераспределил собственность. Собственность была одного человека, ты ее присвоил, на самом деле, перераспределил. Для тебя это прибыток, для него это убыток. Для него твое действие оказывается вредом, а для тебя это действие оказывается пользой. Добра и зла здесь нет. Не в пользу и вред. Ну как, у тебя воровство, причиненное... Где здесь этика? Ну ты же сознательно своровал, не случайно же. Это же не болезнь. Еще раз говорю, везде этика возникает только с намерением. Если ты больной от лектоманией украл... Я этот случай не берем. Естественно, берем случай, что ты сознательно украл. Вопрос же в чем состоит? Намереваешь сделать что? Нет, вопрос в чем состоит. Как оценивать этот поступок? Или поступок воровства можно оценить с позиции «присвоил себе, чтобы сделать себе пользу». То есть ты прибыток получил, украл что-то там, и тем самым получил прибыль. Получается, как в нашем определении совершил добро. А с другой стороны, как ты кому-то это же сделал за счет того, что у другого убыток совершился. Ты присвоил чье-то имущество. Ему это вред. То есть ты ему совершил зло, а себе принес добро. То есть наше определение здесь получилось какое-то странное. А на самом деле, почему странное? Потому что дело же не в том, чтобы его формально использовать. А на самом деле, мы должны понимать, на самом деле, как вот эти пользы и вред возникают. Вообще говоря, когда... Вот у меня тут сразу возникла мысль. Вообще говоря, когда речь идет о «добри себе», вот тут всячески раз надо насторожиться. Потому что все можно трактовать как добро себе. Убил другого человека, потому что боялся, что он убьет тебя. Оправдать можно, да. Да, можно все, что хочешь оправдать, исходя из того, что это добро тебе. Потому что понятие «добро тебе» – это любая твоя прихоть. Любая твоя прихоть за счет другого – это и есть добро к тебе. То есть применение к себе этика не работает. Да, применение к себе нельзя. Да, все правильно. То есть ты можешь себе рассуждать о причинении себе ущерба, да, за счет себя кому-то добро делать. Но не можешь рассуждать о причинении себе пользы за счет других. То есть ущерб за счет других, то есть ущерб себе и в пользу других ты можешь осуществлять. И это этики касается. А именно этики как раз не формальной, этики добра. Но как раз прибыток себе за счет других, это уже как бы... Вопрос в этике. Нет, вопрос в этике, но как бы это уже зло. Тут как-то так. То, что этик, это направлено по отношению к другому. Вот когда ты должен оценивать поступок, исходя из другого. То есть ты совершаешь, вот ты украл у другого, это зло, потому что ему в ущерб. А не добро, потому что это тебе прибыль. А может быть имеется... Но с другой стороны, ты можешь кому-то что-то подарить в ущерб себе. То есть ему это прибыто, то есть ему это добро. Хотя это в ущерб тебе, но ты имеешь право это сделать, потому что этот ущерб находится в твоей власти, в твоей свободе. Там, когда ты у другого украл, ты ограничил его свободу, потому что у него была свобода, и ему этот предмет принадлежал по праву свободы. Он как бы... Когда ты им завладел... Ну, допустим, он завладел, правильно, по-моему, считать, что он тоже не украл. Это его предмет. Забирай этот предмет у него, ты его ограничил у свободы, потому что у него теперь не распространяется его возможности на этот предмет. То есть ты ограничил его свободу, совершил против него зло. То есть если в терминах свободы характеризовывать, то если ты увеличиваешь свободу другого, ты тем самым делаешь добро. Да. Только, не знаю, во всех ли это случаев. Ну, в принципе, да. Если ты ограничишь его свободу, то тем самым как бы совершаешь против него зло. Ну, не знаю, во всех ли только случаев. Вообще говоря, все такие определения надо проверить. Но что-то в этом есть. Потому что этика изначально и сущностно связана со свободой. То есть, и вообще говоря, она возникает только потому, что есть свобода. Если бы не было свободы, то никакой бы этики не было бы. Потому что этика, ответственность, как бы свобода, да, исполнение вот этих вот норм, да, реализация своей воли и прочее. Везде подразумевается, что это все возможно, да, что вообще, говоря, присутствует свобода. Что если я решу что-то реализовать, как бы, я не натыкнусь на непредалимые препятствия, что все-таки это смогу осуществить. Тем более техника, там, вот эта цивилизация, да, как бы, не только техника в смысле, как бы, технических вещей, но и техника в смысле социального всякого рода устройства, да, и прочее. Она же оказывается эффективной, да, мы же это все можем реализовать, значит, все-таки мы свободой обладаем. То есть, мы можем наш замысел реализовать. Свобода у нас есть. Другое дело, что из того, что есть у нас свобода, ну, как в отношении не предметов технических, которые, в принципе, реализация которых основана на науке, а наука основана на том, что вот понятия там специфические, да, они взяты из самой реальности. Или они возникли в результате взаимодействия с реальностью. А как вот быть с этикой, где понятия возникли непонятно как, непонятно откуда, да, из какого-то взаимодействия людей. Да, и вот мы пытаемся на основе этих понятий что-то реализовать. Быть может, в мире вообще такие вещи не реализуемы. Продолжение следует...